Добрый день! В эфире 12 канала специальный выпуск новостей, посвященный единому дню голосования в студии Константин Лондон. Итак, сегодня выборы разных уровней проходят в 82 регионах страны. От решения граждан зависит в буквальном смысле все. Развитие здравоохранения, образование, чистота воздуха, ремонт дорог. Именно поэтому, говорят эксперты, каждый должен прийти на избирательный участок и высказать свое мнение. Бюллетени будут принимать до 20 часов. В нашем регионе открыты 517 участков, 461 из них в областном центре. Мечи определяют состав городского совета 7-го созыва на ближайшие 5 лет. А жители районов выбирают муниципальных депутатов. Одним из первых свой голос отдал губернатор Александр Бурков. Фонд сделал выбор на участке номер 351. Здесь располагается филиал авиационного колледжа. Глава региона отметил, несмотря на то, что в этом году нет федеральных компаний, игнорировать выборы нельзя. Городской совет – один из ключевых органов власти. Омск будет преображаться, если только население и власть будут плотно взаимодействовать. Именно поэтому явка играет очень большую роль. Качество работы городского хозяйства зависит от того, насколько активны сами, с одной стороны, жители. С другой стороны, насколько работает эта связка между жителями, депутатами и городской властью. Мы последние годы реализуем масштабные проекты по обновлению транспорта, по строительству дорог, по благоустройству дворовых территорий и по освещению городских улиц. Но здесь еще большой пласт работы и, конечно, еще нужна активность населения и контроль со стороны депутатов. Вот это та связка, которая даст положительный эффект для быстрого развития городского хозяйства в Омске. За ходом единого дня голосования в режиме реального времени следят мои коллеги. Съемочная группа 12 канала с самого утра работает в региональном центре по связям с общественностью. Именно туда стекается вся последняя информация со всех избирательных участков. Самыми свежими данными готов поделиться мой коллега Никита Гайдаш. Он сейчас на прямой связи со студией. Никита, здравствуй, расскажи нам о явке, охотно ли о мяче идут голосовать. И что говорят о нынешней избирательной кампании в ЦИКе? Когда мы сможем узнать первые результаты? Есть информация, что эти данные собираются озвучить только через несколько дней. Здравствуй, Константин. Да, все, что ты сейчас озвучил, это абсолютно верно. Но я начну по порядку. Здесь сегодня в региональном центре по связям с общественностью организован пресс-центр региональной областной избирательной комиссии. Здесь работают журналисты. Сюда стекается самая актуальная информация. И я готов вам ее сейчас предоставить. Нам, журналистам, ее сообщил недавно руководитель Омской областной избирательной комиссии Иван Александрович Ходоков. Итак, на 15.00 на момент трех часов дня явка в городе составила 11,42%. При этом самыми активными округами по голосованию оказались Октябрьский и Ленинский. Но я напомню, что кроме Омска выборы сейчас проходят еще в 11 районах области. Там жители выбирают муниципальных депутатов. Здесь хочется отметить, что явка примерно такая же, как и в городе. Чуть больше, может быть, чем 12%. При этом есть приятные исключения. Имя стали Нововаршавский и Азовский район. Здесь сегодня выбирают не муниципальных депутатов, а выбирают глав поселений. Поэтому явка здесь гораздо более серьезная. На Варшавском районе 34% на три часа дня. И, соответственно, в Азовском 28%. Каких-либо нарушений по информации избирательной комиссии областной на данный момент не выявлено. Также не зарегистрировано никаких серьезных жалоб. Выборный процесс идет в рабочем режиме. И при этом хочется отметить, что мячи на протяжении всего дня звонят в избирательную комиссию, уточняют, где и как им можно проголосовать. Судя по этому факту, можно к вечеру ожидать довольно-таки серьезного увеличения явки. Ну и в конце то, о чем ты сказал. Несколько часов назад появилась информация, что глава Центральной избирательной комиссии, Элла Панфилова, выдала рекомендации руководителям региональных избиркомов не подводить итоги до 14 сентября, выждать вот этот весь положенный по закону срок. Не могли не спросить об этом Ивана Ходокова, руководителя Омской региональной избирательной комиссии. Он пояснил, что это касается лишь тех регионов, где сегодня выбирают глав новых и состав законодательных собраний. Нас это не касается. Давайте послушаем, как он это объяснил. По остальным выборам, в том числе по нашим, по выборам депутатов, таких рекомендаций нет. Поэтому, я думаю, мы затягивать с этим процессом не будем. Нам ничего не мешает оперативно подвести итоги нашей кампании. Сегодня мы еще будем, я думаю, считаться. А завтра уже вполне вероятно, что окруженные комиссии проведут свои заседания и результаты выборов. Завтра в течение дня? Да. Таким образом, в этот момент пресс-подхода с Иваном Александровичем Ходоковым мы впервые официально узнали, когда будут подведены итоги выборов в нашем регионе. Членам избирательных комиссий по всему региону сегодня предстоит бессонная ночь. Они будут все это время вести подсчеты. А уже завтра в течение дня мы, я думаю, все с вами узнаем обязательно на 12-м канале итоги результатов этих выборов. На этом у меня вся актуальная информация на данный момент. Константин. Спасибо, Никита. На связи со студией был мой коллега Никита Гайдаш из регионального центра по связям с общественностью с последними данными о ходе избирательной кампании в Омске и районах области. А мы продолжаем. Если брать цифры начала единого дня голосования, то до обеда явка избирателей по городу составляла чуть больше 8%. В лидеры сразу выбился Октябрьский округ. Там свою позицию до полудня успели выразить 10% омичей. Пассивнее всего оказались жители Кировского. Проголосовали лишь 6%. Такой же процент явки наблюдался и в районах. Напомню, что сегодня жители области отдают свои голоса за глав муниципалитетов и сельских депутатов. А в Омске предстоит полностью обновить состав городского совета. Всего проводится 12 избирательных кампаний. До единого дня голосования с 31 августа прошел и досрочный этап. Для тех омичей, кто по разным уважительным причинам не смог прийти на участок сегодня. Даже до начала открытого избирательного участка уже присутствовали избиратели, что не может не радовать. Я напомню, что мы сегодня до 20.00 работаем. Голосование у нас досрочное завершилось вчера. По окончанию досрочного голосования на территории города Омска у нас проголосовало порядка 46 тысяч избирателей. Это у нас более 5%. Выборы проходят на территории 8 районов Азовского, Омского, Большереченского, Знаменского, Калаченского, Кормиловского, Нововаршавского и Тарского. Омичи определяют 58 депутатов различного уровня и двух глав городского и сельского поселения. Для участия зарегистрировано почти три сотни кандидатов. Таким образом, в среднем на одно место претендует 5 человек. Напомню, что в этом году выборы проходят по мажоритарной системе. Омичи голосуют за конкретных кандидатов, а не за партию. И получают лишь один бюллетень с фамилиями участников. Добавлю, что на избирательных участках пока не зафиксировано ни одного инцидента. С 8 часов утра работает организованный колл-центр. Вообще, общественная палата Омской области подготовила для выборов 2022 года более 1300 наблюдателей общественных. Поэтому весь процесс избирателей находится под четким взором. Съемочные группы 12 канала сегодня следят за ходом голосования и на избирательных участках. Причем с самого их открытия. Отмечается, что организация нынешней кампании проведена на самом высоком уровне. Все подробности в материале Екатерины Булычевской. Наш участок начинает свою работу. Первых избирателей члены участковой комиссии встречают с гордо поднятой головой. Работа начинается торжественно с гимна России. А вот и те самые жаворонки, которые в 8 утра в воскресенье, вместо того, чтобы нежиться в постели, исполняют гражданский долг. Причины столь раннего визита у каждого свои. С пяти часов на ногах. Просто у меня дела. Нужно ехать в район. У меня папа сильно болеет. Вот поэтому мне пришлось успеть на электричку. Сегодня такой ответственный день. Надо действительно сначала сделать это, а потом уже все остальное. В числе ранних пташек не только пенсионеры. И молодежь спешит сделать выбор. Говорят, а как иначе, глаз народа – это двигатель прогресса. Некая сила, от решения которой напрямую зависит судьба города. Чем больше людей выскажет свое мнение, тем выше вероятность, что к власти придут действительно нужные омску люди. А вот жалоб на халатное отношение к депутатским обязанностям, наоборот, станет меньше. Стараюсь всегда ходить голосовать, чтобы у нас был порядок в городе. Хотелось бы, чтобы проблемы наши городские решали, чтобы чисто в городе было, приятно гулять было. Поэтому и голосуем, чтобы слышали нас. Лично по нашему округу хотелось бы больше видеть садиков, школу, благоустройство, конечно, дороги, чтобы больше было парков именно для детей. Поэтому хожу, поддерживаю каждый год. Борьба за кресло в городской думе в этом году обещает быть интересной и даже захватывающей впервые с 2007-го выборы проходит по мажоритарной системе. То есть амичи голосуют не за партию, а за конкретного кандидата, за того, кому они доверяют и кого хотят видеть у власти. Конкуренция серьезная – 230 претендентов, а мест всего 40. Конкурс – 5-6 человек на место. Сама же процедура голосования неизменна. Для участия нужен только паспорт. Находите по адресу прописки свой сектор, берете бюллетень, отправляетесь в кабинку. Все анонимно. Камеры видеонаблюдения установлены так, чтобы никто до официального подсчета не узнал о вашем выборе. Каждому избирателю индивидуальная ручка. По желанию маска. На всех участках, хоть ковид и сдал позиции, по-прежнему действуют санитарные нормы. Термометрия на входе и соблюдение дистанции обязательно. Остальное в порядке рекомендаций. Как и всегда, на участках работают наблюдатели. Они помогут обеспечить открытость и легитимность голосования. Впрочем, сообщить о нарушениях может любой. Сообщения принимают в региональной общественной палате. Хотя, как не раз уже отмечала глава Центра избиркома Элла Памфилова, нынешняя кампания – одна из самых спокойных за последние несколько лет. Это подтверждают и в региональных комиссиях. Непонятно, почему в обществе вокруг выборов формируется настолько негативная оценка. Действительно, это фейки по поводу того, что скидываются бюллетени, подкладываются. То есть, получается, вы сегодня сами убедились, что все процедуры достаточно прозрачны. Готовить участки начали за несколько недель до дня ИКС. Сначала члены комиссии ограничивались совещаниями, затем формировали так называемые книги, где собрана информация об избирателях. Ну а накануне был эдакий генеральный прогон, чтобы каждый знал, где его место и чем он должен заниматься. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создали особые условия. В кабинках увеличительные стекла и мощные лампы. Сведения о кандидатах в бюллетенях написаны в том числе шрифтом Брайля. Для голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями у нас будут работать волонтеры. Они будут помогать таким избирателям. Также на некоторых избирательных участках у нас будут работать сурдопереводчики. Вместо урн по традиции их автоматизированные собратья Каибы. Это современные и очень удобные машины. Мы работаем на ней уже более пяти лет. Она показала свою эффективность и надежность. Во-первых, она максимально сокращает срок подготовки итогового протокола. Она не ошибается. И наши наблюдатели нам подтверждают не один год этот факт. Всего для выборов было заготовлено 5 тонн бюллетеней. Это 900 тысяч экземпляров. И подделать их невозможно, говорят специалисты. Все надписи выполнены с защитой, которую считывает компьютер. Так что голосование действительно честное. Екатерина Булучевская, Сергей Пайхалов, 12 канал. Готовность избирательных участков сегодня проверил лично глава города. С утра Сергей Шелест объехал пять школ. По одной в каждом округе пообщался с работниками участковых комиссий, самими избирателями и школьным руководством. Причем обсудил не только вопросы, связанные с выборами, например, явку, но и проблемы, актуальные для образовательных учреждений. Так, в одной из школ мэра попросили помочь с ремонтом здания. В целом, по оценке Сергея Шелеста, организация выборов на высоком уровне никаких нареканий нет. Я побывал сегодня в каждом округе. Мы посетили ряд избирательных участков. В целом, замечаний никаких либо происшествий не зафиксировано. Наблюдатели на месте. Процесс голосования идет. И до 20.00 сегодня каждый амич, который имеет право проголосовать, может посетить избирательный участок свой. Если кто-то не может прийти на выборы, то выборы придут к ним. Голосование сегодня проводится не только на участках, но и на дому. На протяжении всего дня в городе работают выездные бригады. Они обходят амичей, которые по разным причинам не могут самостоятельно явиться на участок. Преимущественно это люди преклонного возраста или имеющие проблемы со здоровьем. О том, как проходит голосование на дому в нашем следующем материале. Пенсионерка Вера Морозова уже второй год голосует дома. Она перенесла две тяжелые операции на суставы. Дальше крыльца не ходит. Желание исполнить гражданский долг с возрастом не угасло. Выездную бригаду встречает с распростертыми объятиями. Конечно, очень даже хорошо, замечательно, что нас заботятся. Заявления о голосовании на дому подают заранее. Обычно за 10 дней. Письменно, лично, либо через доверенное лицо. Такой возможностью пользуются чаще всего пожилые люди, которым трудно передвигаться. Но есть и другие уважительные причины. Инвалидность, уход за ребенком или больным человеком. На 74-м избирательном участке заявление о голосовании дома подано 16. С 8 утра до 8 вечера бригада ездит по адресам. В ее составе два члена избирательной комиссии и наблюдатель. Последних может быть и несколько. Мы приезжаем домой, вот у нас бригада, и сверяем паспортные данные. Обязательно человек расписывается, получает бюллетень в опечатанный ящик, опускает его, голосует. Ну и потом, после 8 часов вечера, когда получат закрытие голосования, мы эти бюллетени опускаем в систему подсчета. Процедура строго регламентирована. Переносные урны опечатываются наравне со стационарными. Скрываются тоже в одно время. Бюллетени ровно столько, сколько подано заявлений, ни больше, ни меньше. А как люди встречают? Иногда, в большинстве случаев, как бы доброжелательные. Ждут, когда мы приедем, потому что сами прийти не могут на участок. А гражданский долг исполнить надо. Воездные бригады сегодня работают в каждом районе города. Всего по Омску заявление о голосовании на дому подано 3,5 тысячи. Дарья Садчикова, Андрей Кузьмин, 12 канал. Из более чем 880 тысяч омских избирателей традиционно есть и те, для кого исполнение гражданского долга происходит впервые. С одним из таких 18-летних избирателей наша съемочная группа встретилась на участке в 116-й школе. Максима Вингаренко работники комиссии встретили как старого знакомого, ведь это их бывший ученик. Сейчас парень на третьем курсе юридического колледжа планирует потом поступать в Академию МВД. Жить и работать хочет только в Омске, поэтому исполнение своего гражданского долга подошел ответственно. На память о первых выборах у молодого человека останется значок. Чувствую, что внес свой вклад в развитие города. Я голосую за будущее Омска. Мне хочется, чтобы город развивался. Здесь живу я, моя семья и мои друзья. О ходе единого дня голосования расскажем в следующих выпусках новостей на 12-м канале. В 22.30 подведем и предварительные итоги. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова